Жители Дашково-Песочни забили настоящую тревогу. Запах, который доносится со стороны Рязанского нефтезавода и химволокна, стал просто невыносимым, а выбросы случаются все чаще и чаще. По ночам многие жители района просыпаются из-за приступов тошноты и жуткого кашля. Малышня страдает от аллергии, хронического бронхита и даже астмы. Терпению граждан пришел конец. За своих детей они готовы перерыть весь город вручную, лишь бы найти управу на тех, кто набивает свои карманы за счет здоровья горожан. Ужасно здесь просто живется. Собственно говоря, мы здесь уже не живем давно, а выживаем. Выбросы такие, что просто проникают через закрытые окна. Если, не дай бог, уснешь ночью, вот форточка открыта, можно, наверное, уже и не проснуться. Мы, естественно, думаем о наших детях. Ладно, мы старики, но что делать с детьми, которые растут, чем они дышат, проблема не решается. Поэтому мы обратились на телевидение, мы обратились на линию президента нашей страны, потому что просто жить невозможно. Неоднократное обращение во всевозможные инстанции и вызовы специалистов из лаборатории ГУ и ЧС никаких результатов не принесло. Ничто не пугает и никто не является авторитетом для руководства пахнущих предприятий. У ребенка 7 лет, сейчас вот только исполнилось, но у него астма с малых лет. И он сам уже чувствует, бабушка, закрой все окна, бабушка опять начинает вонь. Мы вас просим не одно десятилетие, и все это без толку. Ну, пожалуйста, обратите, пожалейте наших детей, ведь ваши дети тоже здесь, ваши потомки здесь будут жить. Почему? Обратите внимание на нас. Сделайте что-нибудь. Не вынуждайте людей. Центр не так поможет. Да, не вынуждайте жителей Дашков-Песочни, что перед вами на колени, что ли, падать всем. Временами едкий запах с Южного промузла доносится до площади Театральной. Именно там при необходимости соберутся с пикетом жители Дашков и других районов, страдающих от ядовитого запаха. С этой целью горожане начали собирать подписи в знак протеста по ситуации в целом, с которыми в дальнейшем отправятся к местным властям. И дальше, если надо, в Кремль. Какие-то организаторы, дельцы, так скажем, делают свои деньги, а мы должны умирать. За детей своих мы просто вас всех сотрем. Наша телекомпания давно взяла эту тему под свой контроль. Мы будем и дальше следить за развитием событий и освещать эту проблему.